Августа. Варианты соперников Волкановские, Альда или Артега. Честно сказать, они все для меня будут удобными, но они все очень хороши и у каждого из них свой стиль. И к каждому нужно подходить по-разному, заявил Магомед Шарипов. Но есть еще одно имя, это Макс Холуэй, чемпион полулегкого веса, с которым нашему спортсмену хотелось бы провести поединок за титул. Мои преимущества в поединке с Холуэем? Думаю, в технике и дистанции. А также у него хороший бокс, но не назвал бы его рубакой. Он техничный и накидывает много ударов, выносливый. Вольная борьба у меня намного лучше, чем у него. Я считаю, ударная техника тоже не хуже. В принципе, если я один бой выиграю, то, скорее всего, они дадут мне титульный шанс. Но для этого надо пахать, еще надо много тренироваться, заявляет Магомед Шарипов. Исходя из этих слов Магомед Шарипова, можно сделать вывод, что в себе парень уверен. Это, конечно, хорошо, но я бы посоветовал ему провести еще пару поединков, чтобы почувствовать большую уверенность. Спешить ему уж точно некуда, а твое от тебя никуда не уйдет, как говорится. Пожелаем ему удачи и напишите, сколько по-вашему поединков ему надо провести перед тем, как выйти на титульник. Давайте обсудим это и переходим к следующей новости. Дальше у нас Элли Эквинта. Он не перестает радовать своими комментариями болельщиков Хабиба. Хвалит российского спортсмена. И давайте послушаем. Хабиб – самый мощный парень, с которым я выходил в октагон. От него исходит мощь. Парень и есть олицетворение понятия «мощь» и «сила». Он никогда не садится, не теряет уверенности в себе. Он непоколебим и постоянно опасен. Кстати, Эквинта, он и до поражения Хабибу, тоже относился к нашему чемпиону с уважением. Так что здесь не скажешь, что поражение перевоспитала Элла. «Я спортсмен. Ни один человек в профессиональном спорте не выходит на бой с мыслью, что у него нет шансов. Я верил, что могу победить Хабиба тогда и верю в это сейчас», – заявляет Эквинта. То, что было тогда, мы все знаем, друзья, правда. А вот что Эквинта хочет взять реванш – это, конечно, интересно. Но все эти вызовы Эквинты, Гейджи, а также Макгрегора – все это только после того, как состоится поединок Хабиб-Тони. Я так думаю. Лобов снова высказался о Малиньядже, уже известна их дата поединка. Это будет 22 июня. И встретятся они в кулачном бою по правилам бокса. Артем Лобов не дает ни единого шанса своему сопернику. Он его называет «жирным пудингом» и дает совет, что нужно сейчас делать Малиньядже. Осталось 8-9 недель до боя. Ему нужно научиться работе в клинче. Нужно научиться иному ритму боя. Нужно прийти в форму, встать с дивана, говорит Артем. Кстати, после поединка Лобова с Найтем, многие поменяли к нему свое отношение в лучшую сторону. Я видел много таких комментариев, где его хвалили и писали «Ждем новых твоих побед, Артем». Как думаете, друзья, кто победит в поединке Лобов Малиньядже? Напишите свое мнение, а также поставьте лайк, если вам понравился выпуск. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok